Меня всегда удивляло, что истинно верующие люди воруют. Как бы этого они делать не должны, если они считают, что заповеди Господни обязательны к исполнению. Вот, например, сидит в Конгрессе представитель, скажем, некого округа и думает, было бы здорово построить в моем округе стадион, чтобы меня выбрали снова, а может даже в Сина. Он идет к своим коллегам, которые тоже для чего-то хотят получить дополнительные средства, и они проводят через Конгресс новые законы о взимании лишних 50 центов за галлон бензина. Ну, там, для строительства школ, спортивных и здоровительных учреждений, согласитесь, все это очень-очень важные и нужные дела. После чего мы с вами начинаем платить больше за топливо, потому что кто-то решил, что ему нужны наши деньги больше, чем они нужны нам. Давайте определим, что такое кража. Это забирание собственности без разрешения владельца. Согласны с этим определением? Если согласны, то налицо забирание собственности без разрешения владельца, налицо кража. Тот, кто украл, называется вор. Ярно? Ну вот, кто в этом случае вор? Члены Конгресса, которые голосовали за кражу. Воры или нет? Воры. Спикер Конгресса, который поставил воровство на голосование. Он вор? Вор. Президент, который утвердил право Конгресса воровать. Он кто? Дамы и господа, это не я придумал. Это научное доказательство того, что он тоже вор. Только в отличие от других воров, его часто показывают по телевизору. Далее, те, кто собирает наши деньги, кто следит за неуплатой, те, кто судят, обвиняют, наказывают обворованных, если они пытаются сопротивляться, они просто пособники воров. Хотите узнать, как покончить с воровством в одной отдельно взятой стране в Соединенных Штатах Америки? Хотите узнать, как действовать так, чтобы вас не обворовывали? Или, как минимум, обворовывали не так часто? Если хотите, то прямо сейчас не откладывай. Идите посмотреть видео беседы проекта «Дорожная карта к свободе». Это увлекательная, интересная и полная, неожиданностями, серия из 10-минутных видео. Совершенно бесплатно. Проект не коммерческий, а познавательный. А много полезного и для жизни, и увлекательных знаний вы получите. Хотите узнать, кто еще вор? Кстати, хотите узнать, кто нарушает самую первую заповедь? Не только нарушает, но и всех нас делает соучастники этого преступления? Ссылка на серию видео ниже. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!